Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. С вами Фархад Иванов. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. По тонкому льду МЧС предупреждает об опасности выхода на водоемы. Едва баржа не столкнулась с Нижнекамской ГЭС. Как удалось избежать ЧП, об этом более подробно расскажет Эльмира Гайнудинова. Вход в зимние обуви запрещен. Родители школы номер 56 жалуются на то, что их дети переобуваются прямо на улице. Подробнее в материале из Лиши Мухаммедовой. Тише едешь, дальше будешь. В набережных Челнах снизился уровень аварийности. Подробности в материале Христины Булабановой. На улице холодно, а дети переобуваются на крыльце. С такой жалобой в нашу редакцию обратились родители учеников школы номер 56. Они переживают, что дети заболеют. Почему ученики переобуваются на улице? А из Лиши Мухаммедова разбиралась в проблеме. Посмотрите, все дети переобувают оба здесь. Вот он, новый способ закаливания. Одна из родителей сняла учеников, которые переобуваются прямо на крыльце школы номер 56. И только потом заходят в образовательное учреждение. А между тем уже стойкий минус. Негодуют родители ребят. По их словам, здоровье школьников должно быть превыше всего. Не должны они страдать из-за нехватки места в образовательном учреждении, возмущаются челнинцы. Переобуваются и зимой, и весной. Их не пускают в школу. В школу, как говорят, потому что там мало места. А мало места почему? Потому что огородили территорию полностью всего первого этажа скамейками. Выделили совершенно маленькое место. И, естественно, там дети толпятся. Им тесно, а дальше их не пропускают. Я слышал там перед вашим приедом уборки пошли, все дела. Опять-таки сам не видел. Ну, там что-то драет. Сейчас пока стояли. Там кричат, не тут не передевайтесь, заходите. Наверное, чтобы не увидели. Но директор школы номер 56 Рамзия Зайнулина утверждает, запрета переобуваться внутри школы нет. Да и площади позволяют. Никаких проблем нет. Вот если это было собственным желанием детей, быстрее переодеться и быстрее пройти, то вот я вам обещаю, завтрашнего дня сама буду стоять, пусть заходит. Никаких проблем нет. Тепло, широко. Весь первый этаж предоставлен им. Так как места было мало, им некуда было зайти, и они переодевались на улицу. То есть это собственное решение ваше, да? Ну, это ихнее. Ну, и мое тоже, наверное. То есть у вас не заставляли переобуваться на улицу? Нет. Мы сами так хотели, потому что места не было. Помимо этого, в социальных сетях появилось еще одно видео. Якобы в 56-й школе огромное скопление тараканов. Они падают с потолка прямо в тарелки и бегают по столовой. Про тараканов мы увидели вчера в видео. То есть нас сразу как бы паника захватила, потому что их огромное полчища там. И то есть один таракан прям падает вот в готовности эту еду. И как бы, ну, это очень сильно напрягает. Это же наши дети, они же кушают это. А тараканы, как правило, они же разносчики инфекций. По словам директора, проблемы с насекомыми иногда возникают, как и в любом другом заведении. Санитарные условия всегда соблюдаются. Нам удалось зайти внутрь школы. Сейчас мы находимся в моющем цехе. И на первый взгляд тараканов не обнаружилось. Наша съемочная группа заодно и проверила условия хранения продуктов. Здесь также оказалось чисто. Азиля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, Новости, Челный ТВ. В Татарстане первое ЧП на еще не до конца замерзшей реке. Рыбак провалился под лед. А недавно помощь понадобилась еще трем любителям рыбалки, которые застряли в лодке в Елабужском районе. Какая толщина льда и безопасно ли на него выходить, узнала Лилия Гатина. Мы сейчас пробуем лед и действительно под нами вот что сейчас происходит. Несмотря на то, что мы сейчас в жилетке, конечно же, страх присутствует. Вы видите, что сейчас уже здесь есть лунки, а это означает, что рыбаки уже здесь побывали. Из года в год места для рыбалок у челнинцев не меняются. Любители подледного лова можно встретить на Каме и на набережной Табеева. Часто рыбаки появляются в запрещенной зоне у плотины Нижнекамской ГЭС. Исключением не стала и река Меликеска. Как только рыбаки увидели нашу съемочную группу, и сотрудников ГИМС тут же начали скрываться. Но не все спешат выходить на неокрепший лед. Виктор Степанов полжизни отдал рыболовству. И понимает, что необдуманные действия могут привести к плачевному исходу. Поэтому, по словам мужчины, сейчас он пока просто приехал разведать обстановку. Очень рано. Потому что, ну, как сказать, не замерзло еще. Мороза-то не было. Так что немножечко подождем. Как дедушка Мороз скажет, прижмет градусов 15, вот тогда уже, пожалуйста, выходи. Одни присматриваются, другие уже гуляют по льду. Так, на горячую линию МЧС уже начали поступать звонки о том, что на льду замечены дети. В такие периоды на водных объектах гордо организовано круглосуточное дежурство. На патрулирование выезжает группа госинспекторов. Толщина льда, значит, у нас доходит где-то в пределах 3-4 сантиметра. Естественно, это очень критическое состояние, критическая величина. Естественно, проваливание здесь очень высоко. А некоторые места у нас даже имеются, где открытая у нас вода. Естественно, там льда нет. За выход на лед толщиной не менее 7 сантиметров грозит административный штраф до полутора тысяч рублей. А при задержании несовершеннолетних этот штраф накладывается на его родителей по административной статье Кодекса Российской Федерации до двух тысяч рублей. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. Лед еще не окреп, а на водоемах аншлаг. Рыбаки ринулись к рекам, чтобы поскорее открыть сезон тихой охоты. Мы решили узнать в наших социальных сетях, пришло ли время подлетной рыбалки. Большинство респондентов, а это 55%, не увлекаются этим. 26% зимой сворачивают удочки. 15% еще не рискуют выходить на лед. А вот 4% это смельчаки. Они уже начали ловить обитателей Камы и Меликески. Еще один случай. На водоеме чуть не обернулся ЧП. Накануне вечером с якорей сорвалась баржа. Течением ее несло в сторону Нижнекамской ГЭС. Баржу удалось вовремя остановить. О том, почему это могло произойти, сообщили в набережной Челнинской судоходной компании. О предварительной причине узнаете в материале моей коллеги Эльмира Гайнудиновой. В набережной Челнинской судоходной компании началось служебное расследование. По предварительным данным, накануне был плановый сброс воды на Нижнекамской ГЭС, из-за чего могло образоваться сильное течение реки. Мощным потоком воды бункерная баржа сорвалась с якорной стоянки. На ней она находилась 17 ноября. За это время были различные погодные условия, в том числе и сильные ветра. Столкновение баржи с другими судами либо сооружениями не произошло. Баржа технически исправна и не эксплуатировалась ввиду окончания навигации. В результате произошедшего гидротехническим сооружением ущерб причинен не был. Специалисты проверили бункерную баржу. Неисправности, как и повреждений, нет. Как сообщили в Камской транспортной прокуратуре, приблизительно в 8 часов вечера она сорвалась с якорей. Течением ее начал он носить в сторону гидроэлектростанции. Но срыв баржи был своевременно замечен. ЧП удалось избежать. Баржи направили буксир, который стыковался с ней и отбуксировал на безопасное место. В отстойник судоходной компании. В целях предотвращения столкновения и безопасности плавания турбины Нижнекамской ГЭС были приостановлены. В настоящее время Камской транспортной прокуратуре проводится проверка и в случае выявления нарушений будут приметы меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц собственника баржи. Эльмира Гаинюндинова, Ленар Султанов, Новости, Челнэ ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Карта «Забота» платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту «Забота». Добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 54-62-31 Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru Вы смотрите новости на Челнэ ТВ и мы продолжаем. Аварийность с участием автобусов на дорогах города пошла на спад. Но несмотря на это, в этом году было составлено более 3000 административных протоколов за нарушение правил перевозки пассажиров. В 2021-м это количество превышало 4000. На цифры влияют и камеры, которые продолжают устанавливать для фиксации нарушителей. Какие еще меры предпринимаются для снижения аварийности в нашем сюжете. В самом популярном общественном транспорте в городе остаются автобусы. По словам многих челнинцев, водители стали более дисциплинированы. Возможно, на это влияют камеры, которые установлены как в салонах автобусов, так и на проспектах города. Где-то светофоры ставят, что-то такое, лежачие полицейские. То есть, ну, вот в период каникул это вот рейды, я вижу, гаишников, что вот, ну, их больше. У нас люди ответственны, с людьми ездят, так что стараются дистанцию держать, ну, и скорость, то есть, не превышают. По мне, так оно как раньше было, вот я как-то в такие ситуации не попадала никогда, ни в аварию, ни в это. На снижение аварийности с участием общественного транспорта влияют не только камеры. В набережных челнах ежегодно ремонтируются дороги, а также строятся новые, отметил главный госинспектор по безопасности дорожного движения города Радий Кадиков. Сказалось и появление автобусов в большой вместимости. Они считаются более безопасными. Практически весь подвижной состав практически оборудован видеорегистраторами. Во-первых, это дает возможность определять, если какие-то ДТП случаются, конкретно объективную сторону. Ну, это в первую очередь, конечно, и дисциплинирует самих водителей автобусов. Хочу как положительно отметить, что уже два года у нас таких резонансов, нарушений со стороны водителей автобусов не наблюдается. Самые частые нарушения, с которыми сейчас сталкиваются госавтоинспекторы, это техническое состояние автобусов и нарушение правил дорожного движения. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости, Челнон ТВ. Что делать с вещами, которые уже не нужны? Некоторые из них через благотворительные фонды попадают тем, кто в них нуждается. А что-то отправляется прямиком на переработку. Где находятся пункты приема и что получается из старой одежды? Ответы на все эти вопросы озвучим прямо сейчас. Эльмира Срурова больше четырех лет сортирует мусор. Старую одежду отправляет на переработку. Требования к бывшему употреблению вещам минимальные, говорит Эльмира. Главное, чтобы они были постираны и высушены. Гораздо хуже, если одежда попадет на свалку. По словам экоактивистки, процесс разложения займет от 20 до 200 лет. После дождей, после зимы, получается, вода проникает полностью, все это уходит в почву. Затем это все в наши воды, мы это пьем. Очень много микропластика именно от производства одежды в океане. В дальнейшем из одежды, которая отправлена на переработку, изготавливают оптирочную ветошь, набивки для матрасов и шумоизоляции, а также техническое полотно для мытья полов. Челнинцы активно подключаются к сбору, но хотелось бы побольше таких активистов, говорит Эльмира. Здравствуйте. Здравствуйте. Весь издаем на переработку. Ой, благодарю. Лисян Мартынова, вдохновившись начинаниями подруги, тоже принесла старую одежду на переработку. Если хотя бы один человек, например, начнет это делать, то кто-то увидит и потом тоже будет так делать. Например, дочка моя, она же тоже видит, что я делаю. И тоже постепенно так вот можно стать более осознанными. Эльмира Срурова надеется, что в дальнейшем к ее добровольческой деятельности подключится больше челнинцев. А пока ей помогают эко-волонтеры. Хотел бы донести такие простые советы. Если вы покупаете вещи, чтобы вы покупали вещи качественные, долговечные, которые не выйдут из моды и сделаны из натуральных материалов. Также можно пользоваться сервисами по обмену вещей, продавать или же покупать их на барахолке. Но если эти варианты неприемлемы, то всегда можно отправить их на переработку. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челназовы. На курсы по начальной военной подготовке в ДСАФ было подано более 500 заявок. Среди желающих оказались как мужчины, так и женщины. В набережных Челнах курсы посещают 30 человек. Но, по словам организаторов, желающих гораздо больше. Принять одновременно всех не смогут. О том, что изучают учащиеся, расскажет Христина Балабанова. Правильно накладывать жигуты и оказывать первую медицинскую помощь. Всему этому обучают на курсах начальной военной подготовки, которые решил посетить и Владислав Никитин. Мужчина уже имеет военный опыт, но с тех пор прошло 8 лет. Поэтому он решил освежить знания. 80% потерь мы бы могли исключить, если бы каждый знал, как самому себе и своему товарищу оказать доврачебную медицинскую помощь. Помимо уроков тактической медицины изучают также ориентирование. О том, как правильно определять и передавать координаты, работать с компасом и без него. Также проводится огневая подготовка. Устройство автомата, обращение с ним, возможные поломки, нарушение стрельбы, их устранение, снаряжение магазина, изготовка к стрельбе, дальше сама тактика, тоже передвижение на поле боя. Всего на курсах 5 направлений, среди которых картография, управление беспилотным летательным аппаратом. На занятия по начальной военной подготовке может прийти любой желающий. Обучение могут проходить как мужчины, так и женщины. Христина Балабанова, Леонар Султанов, Новости Челны ТВ. Очередной приятный подарок от радиоведущих. Радиостанция «Кунель» совместно с Рестоклубом «Облако 53» приглашает челнинцев и гостей города на татарскую дискотеку «Кунель Пати». В течение вечера вас ожидают подарки, хорошее настроение, а также выступления популярных артистов татарской эстрады. По многочисленным просьбам слушателей, радиостанции «Кунель» организуют в Автограде традиционную «Кунель Пати». Однако, если раньше вечеринка проходила на пляже, то 23 ноября она состоится в Рестоклубе «Облако 53». Уже в эту среду будет классное мероприятие в нашем прекрасном городе. Лиля Гатина сейчас расскажет, о чем я. Раньше «Кунель Пати» проводилась только летом. Мы сейчас решили поменять формат и радовать своих слушателей и телезрителей на протяжении целого года. И очередная вечеринка уже будет на днях. Будут конкурсы, будут подарки, будет большое количество классной музыки и русской, и татарской, и иностранной. Приходите и увидите все сами. Помимо хорошего настроения и многочисленных подарков, челненцев и гостей города ожидают и выступления популярных артистов татарской эстрады. Среди них Алина Ахмедшина, Рафис Калимулин и Рузеля Хайрдинова. Заряд энергии и бодрости на весь год получит абсолютно каждый. Ждем всех 23 ноября в 21.00 в Рестоклубе «Облако 53». Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидают прогноз погоды, сразу после него новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале. Субтитры сделал DimaTorzok